Друзья мои, здравствуйте! Уже восемь вечера красноярского вина. Давайте продолжать, где-то знакомиться. 149 вебинар, четыре года пролетело незаметно. Так, значит, почему я здесь все взял и фотографировал вот эту фотографию? Потому что Савинича Лена Однажды сказал Валерий Константинович, мой научный руководитель, доктор наук, профессор Матвеева Очень вас уважает и следит за вашей работой. Меня это подкупило. Помните, это дикая злоба. Причем, заметьте, дикая злоба, а не просто там отторжение самой идеи, что дерево нет лишних веток, что почву перекапывать нельзя. Вот. Нет, злоба. А вдруг такая радость, так до души стало приятно, что профессор Матвеева одобряет мою работу. Вот. Мне это по душе. И тогда я снова вернулся к этой теме с интересным рассказом. Надеюсь, вам понравится. Вначале посмотрим. Профессор Матвеева, значит, учит нашу Елену Савиничу. Как видите, неплохо учит. Посмотрите, какая тема. Изменчивость массы плодов в условиях южной зоны Касанского края. Вот. Полюбовались на эту милую девушку. Так. Блондинку. Наверное, с обороной из блондинок. Теперь посмотрите, какая. Я не могу показывать все фотографии. У меня уже сотни. Это ее работа. Татошная. Вот. Достаточно вот так глянуть, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Посмотрели. Сейчас поймете, к чему я планирую. Вот. Рядом стоит Тимоша. Вот. Почему он рядом с ней стоит? Вот. Это уже... Мы уже одна большая дружная семья. Вот. Тимошу я учил как. Ну, целиком еще пока прививке не доверяю. Я расщепляю веточку. Делаю клин. А дальше Тимошу я работаю попроще. Не забудь там мочить срез клинок водой и ставить и обмотать. Вот. Это первый этап. Вот. Не спешу, потому что еще немного. И он это все забросит. У него, как большинство детей, у него мозги уже испорчены. Вот. Просто надежде это я делаю, что потом навыки вернутся. Потом. Вот. А теперь смотрим сюда. Сергей Валерий Кжалюнов. Вот это наша бригада. Железов Савинич и Сергей, сын Железов Млачев. Вот. Посмотрите. У меня каждая фотография – это учеба. Я хотел поговорить про личность. Но пока просто получилось так, что иду мимо, говорю, ну, давай фотографируем. Фотографировали. Вы видите форму груши. Это учеба, друзья. Вот такая она выросла. Выросла такой за два года. У нее, кстати, рост сдержанный. Почему? Первый год всегда удивляет. Почему семена груш сеются в мажорских, в уссурийских диких груш? Вот такие вот всего. Они маленькие, но у них в основании довольно толстенькие. Их можно поливать после первого года. То есть, уже совсем плохое лето. То после второго года роста. И получается такое чудо. Как бы это сказать? Длинный разговор, который, что она растет почти вертикально. Что это ее генетическое свойство. Вы видите, эти самые, которые, опять же переходить, что-то ненават. Которые заставляют их раздать, а еще и резать, и отрезать. Вот это, груша практически классическая. И вторая часть, вот она. Видите, вот это вот. Я отвлекся, но я не могу пропустить, потом забуду. Вот это есть тот самый стержневый колик. Сейчас задача будет того, кто... У него задача была честная, добросовестная работа. Подчеркиваю, честная, добросовестная работа. Выкопать, сохранив максимально корень центральный. Он это сделал. Ненависть центральному корню зашкалила. Я вам показывал. Не могу я опять, что начало. Это еще 150 вебинаров. Если я начну подробно. То есть, 100 тысяч экземпляров книга. В ней рисунок. Такой же центральный корень. Нарисован секатор. И осталось только нажать на секатор. И центрального корня нет. Вот это страшная вещь. Это называется получение корней. И пикировка два. Но мы с вами отвлеклись, ребята. Я просто хотел по лишний раз показать. Но польза от Сергея мизерная. Так же, как и от Савинич. Почему? Сейчас поймете. Польза от них может быть тысячекратной. Таланты Мичурина и современная технология. Вот что за ними стоит. У них есть дипломы. Савинич красный диплом есть. Сергей Агроном. Это Шушенский колледж. Название-то, господи, ненавижу. Когда это самое. Калечит наш язык. Колледж закончил. Но зато диплом настоящий. Так вот. Я к чему это говорю? Сейчас вы поймете. У меня есть такие примеры. Они неоднозначны. Я человек насчитанный. И, наверное, не самый насчитанный. Но достаточно, чтобы какие-то примеры попадали в строку. Не каждая лыка в строку. Есть такое выражение. Посмотрим, строку или нет. И так я рассказываю. Почему я сказал, что польза от них может быть тысячекратной. Итак. Вспоминаем. Я вам рассказывал уже несколько таких притч. А вот очередная. Когда-то отдельно в фильме я тоже привел этот пример. Он очень важен. Для понимания. Для понимания того, что мы должны сберечь то, что есть. И приумножить. Как? Значит, опять фантастический рассказ. Но мне не бывает бессмысленного рассказа. Он звучит так. Изобретена машина времени. Приятель один обращается к другому приятелю. Довольно шустрому, скажем так. Довольно энергично мне говорит. Надо использовать ее. Надо проверить. Его приятель не враг. Он говорит. Мы на этой машине хорошо заработаем. Как? Мы отправимся на 500 лет назад. Мы купим там картины. Те, которые сейчас стоят на выставке. Мированный доллар в кардель. И разбогатеем. Почему бы и нет. Заодно и машину проверим. Значит, что они сделали. Это настолько было очевидно и легко. Посудите сами. 16 век. В нищете умирает. И все об этом знают. Правда, знает задним словом. То есть, умирает в нищете. Буквально от голода. Один из самых гениальных в мире живописцев. И получается, не надо там с пулеметами, автоматами. Не надо грабить никого. Достаточно заплатить. А здесь тысячекратная польза будет от этих картин, если их продать. И вот они берут кредит. Они обращаются к нумизматам. Они закупают большое количество дотых, серебряных планет. Там дублонов, пиастров. Ну, это, сами понимаете, им же надо в древнюю Испанию попасть. Ну, не древнюю, а в средневековую. И вот они попадают к нему, к этому старику. Нищета лежит при смерти. Везде стоят его картины. Те самые гениальные картины, которые стоят необразимое количество денег, долларов. Ну, а что с этого? Старик счастлив, они ему в мешок этих дукатов или там дублонов вручают и забирают картины. И старик счастлив спасен. И, оказывается, картины его пригодились. И вот они возвращаются обратно в 20 век. Приезжают к этому, к организатору самой крупной аукционной фирмы. И говорят, вот картины, давайте продадим. Это картины гениальные, вы прекрасно это знаете. Он посмотрел на них, как на идиотов. Кстати, аналоги-то просматываются. Вот эти вот выпускницы Тимиряйзовки, помните, они же на нас, моим братом Юрием, посмотрели, как на идиотов, когда оказалось, что это. И тут же постарались нас поставить на место. Ложь, мошенничество и так далее. А здесь получилось довольно неожиданно для всех. Даже когда я читал этот рассказ, я и то не сразу урубился. Читал как приключенческий роман. Он есть приключенческий. Вдруг ему все это говорит. А кто это такой? А те называют фамилию? А кто? Это же этот гениальный, этот самый. А мы не знаем такого. Как не знаем? Это же это. Вот его картины гениальные. Не знаем мы такого. Вот. Заглянули в каталоги. Заглянули в справочники. Ни его нет, ни картин его нет. В виде этих самых, в виде публикаций. И только тут до них дошло. Что они натворили? Они изъяли картину в 16 веке. Естественно, они нигде не болтались эти полтысячи лет. С каждым веком их цена не росла, не росла, не росла. Они не старели, цена не росла. Вот. Слава этого нищего, давно мертвого живописца не состоялась. И что теперь? Ну, они пытаются объяснить. Ну, картины тут талантливые. Все равно продайте. А у нас их никто не купит. У них нет вот этого самого. И вот получилось как. Вы теперь поняли, может быть, о чем речь пойдет. Речь пойдет о том, что однажды, через 100 лет, через 300, когда все-таки машину времени не изобретут. Вот. Все, чем мы делаем, вот, Елена Александровна Савинич, Сергей, это капля в море. Это все постепенно рассосется и исчезнет. Вот. Значит, мне осталось несколько лет всего активной жизни. И только если когда-то машина времени появится, И кто-то в 20 веке будет искать книжки мои, которые в 22-23 истелеют, мыши их съедят. А почему я так грустно говорю? Потому что у меня, я вам показывал, у меня в той комнате лежит вот такой вот толстый том Мичурина. Он был найден на помойке. И он был сгрызен мышами по краям. Вот. Это было. И это будет и сейчас. Почему? Потому что, кажется, никогда ничего не поменялось. Это вот, я говорю, по результатам выборов. Значит, останутся те же начальники. Смены не будет. Вот. Все останется по-прежнему. Вот. Наверное, это грустно. И, наверное, мы, ни я, ни Сергей, ни вот эта замечательная девушка, никому не принесем пользы. Так, прожить, прокормиться. Вот. Жизнь интересная. Видите, какая она, на самом деле, жизнь. Вот. Но будущего, кажется, у нас нет. Почему я это говорю? Не знаю. Может, под впечатлением того, что новые люди не придут. Я не эту политику не лезу. Я ни разу не сказал, голосуйте за того, не голосуйте за этого. Я просто горько отмечаю, что перемен не будет. Вот. Ну, вот этот снимок, вы знаете, мне прислали ролик, а я сделал фотографию. Просто писали, посмотри, Валерий Константинович. А интересно было написано, знаете, как? Вот эти два президента, да? Юрная Корея Северная. А они посадили дерево на холл. И он, этот человек, мне написал фирму, комментарий. Валерий Константинович, они помашившие технологии садят. Нет, ребята. Они не садят по моей технологии. Они садят по технологии здравосмысла. Видите, 27 января я сделал эту фотографию. Сокрада. И в это время, я исполняю тебя, сделал другую фотографию, как доктор наук посадил в яму. Вот. Я говорю, перемен не будет. Вот. Будет пикировка, отрезание центрального корня. Сейчас я еще покажу, хоть это и грустно. Мне только сейчас прислал, только сегодня прислал Юрий Гребенюду. Вот это вот сейчас. Вот он написал, может пригодиться. Вы знаете, у нас сейчас столько специалистов развелось. Вот точно, пора бороду бить. Вот точно. 64 тысячи участников. Вот этот дикий ужас. Вы видели садинь, да, который осталось укратно посадить. И первый год отрезать верхушки, чтобы это самое. Даже не потому. Это учеба, так что терпите. Вот этот вот. Вот так отрезать. Даже не потому, чтобы сделать пышную кровь. Но, к сожалению, она распышется. Хотя это и опасно. Специально деревья, груши имеют такую форму, чтобы... Я в пятый раз или в десятый, повторяю. Чтобы не стекала вода по штамбу и не гноила его. Это вот страшно. Это для груз смертельно. У меня сотни фотографий. Я давно уже... Как там песня? Я давно все себе доказал. А, это не песня. Это... Я себе уже все доказал. Создал песню подобную штону. Ну, ладно. Да, действительно. Грустный разговор получается. Вот. Вот так отрезается только для того, чтобы компенсировать потерю корешков. Нормально, чтобы развивался. Только поэтому. А не для того, чтобы пульсакрона была. А здесь нормально. Человек... Вот он. Вот. Это. Сейчас я вам покажу его еще. Правило первое. Обрезка проводят ежегодно. Вот. Такая подлая вещь. А ведь там... Там этих участников... 64 тысячи. Да мне не снилось такое. И это надо делать каждый год. Чтобы могу развиваться. Я пробовал. Первые три. Нарядные фимула. Две обрезал ветки. Брал на прививку. Срезал. А третью нет. Третье сейчас огромное дерево. Видели. Еще... Покажу еще не раз. Потому что до сих пор сыпется и сыпется грушник. Уже который десяток ведер. Я уже счет потянул. Десяток ведер. Правило два. Высота штамба. Не меряя 60. Не более 90. Вы представляете подлость такая. Кто тебя... Это самое. Кто? Все волчки мощью вертикально вырезают. Это их и есть. Дальше я уже боюсь читать. Я начну волноваться. У меня поднимется давление. На. Что вы творите? А там дальше идет что еще? Стоны. Что она начинает еще больше выбрасывать. Надо еще резать. Круг запнулся. И вот это идиотство. Оно настолько. Вбито в голову уже миллионам. Потому что. Если бы этого делать не надо. То этому бедному человеку. Несчастному. Вот он. Видишь. Комментарий ноль. Вот. Гости группы не могут оставлять комментарии. Надо вступить туда так. Вот. И написать. Ну ты идиот что ли? Ветки. Ой ладно. Все. Дальше учат как править. Правильно обрезать. Страшно. Страшно ребята.